Прогуливаясь по Петроградской набережной, нельзя не заметить среди современной архитектуры Петербурга вот этот старинный особняк, построенный в стиле нео-ренессанса. Когда-то он принадлежал потомственной семье петербургских немцев по фамилии Шрёдер. Эти люди вошли в историю нашего города, всей России, да и по большому счету всего мира, как уникальные инженеры, уникальные изобретатели, совершившие настоящую революцию в создании музыкальных инструментов. Знаменитый особняк Шрёдера до сих пор живет полной жизнью. Вот как это вам удается? Мы сюда пришли с творческой мастерской в 2017 году. И тогда же у нас первый концерт начался, и он прямо вот здесь в фойе первого этажа был, потому что концертный зал тогда еще не был готов. И спустя месяц нам написали потомки Шрёдеров. И они написали такую фразу «Спустя ровно сто лет», то есть в 1917-м особняк прекратил функционировать как концертный зал, и в 2017-м он снова вернул свое предназначение. Хорошо, давайте тогда вспомним историю, в принципе, знаменитой семьи Шрёдеров. Шрёдеры – это династия немецких мастеров фортепиано и роялей. И на Петроградской набережной у них был дом жилой и фабрика, которая занимала целый квартал. До полутора тысяч роялей в год они выпускали. Это были самые лучшие рояли по всему миру. Кроме того, слово «рояль» произошло после Шрёдеров. До этого такое приспособление для игры музыкальных произведений называлось «флигель». А ведь это арфа, а к ней прикреплены молоточки. И вот видите, контур арфы. И когда это было еще флигелем, то вот этот контур, он был из наборных дощечек. А Шрёдер впервые придумал гнуть и привез на выставку Сан-Франциско. То есть это его изобретение? Да. Когда расчехлили, то американцы восхитнули «рояль», что в переводе означает «крыло». И до тех пор в архивах, когда я какие-то документы достаю, перевожу на русский, пишут «крыло» Шрёдера. Шрёдер очень много инноваций ввел. Например, перекресток расположения струн. Видите, нижний регистр, верхний регистр. Арфа, она длинная. А для того, чтобы получить кабинетный рояль, потому что все композиторы – Бородин, Ревский, Корсаков, Мусоргский, Лес, Шуман – у них у всех квартирки, куда невозможно занести концертный рояль. И он сделал кабинетный рояль, разделив. Карл Шрёдер изобрел двойную репетицию молоточков и получил обертона. То есть молоточек не один раз ударяется, а два. Клавиатура расширилась, и она очень легкая. И музыканты очень ценят за легкость беглость клавиатуры. Ну что, будем придерживаться этой легенде, то, что Шрёдер совершил настоящую революцию в вопросах музыкального производства. Хорошо, вот мы находимся в особняке Шрёдера, знаменитая его парадная лестница, слава богу, сохранилась. Вот это действительно особняк был не только как жилое пространство, но и как некое такое, наверное, любопытное место на петроградской стороне, куда приходило огромное количество знаменитостей. Безусловно. Семья Шрёдеров большая, три сына, две дочери, жена. Они жили во флигеле. А здесь было, сюда в фойе собирались гости и проходили в концертный зал по этой барабанной лестнице. Очень интересные ступени, такие с выемками. И когда ты понимаешь, что эти ступени протерлись под чьими подошвами, то тогда... Рубинштейн наверняка здесь частей. Да, Рубинштейн самый лучший друг. Антон Рубинштейн основатель Санкт-Петербургской консерватории, Николай Московской консерватории. Соответственно, композиторы Могучей Кучки, Бродин, Римский-Корсаков, Балакиров, Шаляпин он неподалеку жил, Ксишинская неподалеку. Ну и так далее. Прочно за те, кто здесь не был. Были все. Это был центр, да. У Шрёдера был концертный зал на Невском 52, туда можно было купить билет. А сюда можно было прийти только по приглашению. Это правда то, что компания Шрёдера поставляла свои рояли практически во все королевские императорские дома Европы? Да. Ну, включая наши, естественно. Поставщик 8 императорских городов. 8. 8. Ну и практически все основные. То есть, ну что такое поставщик? Это означает все императорские театры, все учебные заведения, все военные ведомства, укомплектованные этими роялями. Я знаю то, что вот это, я не знаю, как правильно сказать, гостиная, либо же какой-то малый зал. В свое время при Шрёдерах тоже пользовался большой популярностью из-за своего уникального декора, который, слава богу, тоже сохраняется. Вот такие небольшие тайны здесь есть, потому что дверь, через которую мы вошли, ее не было в 19 веке, здесь была просто ниша. А пройти вот в этот зал можно было только через центральные двери. Мы когда пришли, до нас здесь был станкостроительный техникум, и здесь было все закрыто просто досками. И мы когда сняли доски, обнаружили великолепную дверь. И мы тогда поняли, что в эту комнату можно было пройти только тому, кого Шрёдер всегда пригласит. И я предполагаю, что здесь стоял овальный стол, потому что по всему периметру находятся маскароны, и они зашифрованы. Здесь очень много символов тайных, и куда бы гость Шрёдер не сел, но необходимо было бы, чтобы он этот символ увидел. Здесь решались музыкальные судьбы? Я думаю, что не только музыкальные, потому что Шрёдер был кавалером, дважды кавалером шотландского ордена, а это очень важная персона. Я даже предполагаю, что он был масон, поскольку в Шотландии родан масона. Крест кавалерский получить не так просто. Поэтому я думаю, что он активно участвовал и в политике всего мира. Анастасия, я знаю то, что за этими дверями скрывается уникальное тоже помещение, особняка Шрёдера, тот самый концертный зал. Мы хотим напроситься туда попасть. Да, я вас приглашаю, давайте зайдем. Сейчас здесь творческая мастерская, две сцены, концертная и театральная. В 19 веке именно так и было. Сейчас во многих особняках оставили одну сцену, а мы решили оставить две. Просто разворачиваем стулья. Получается такой зал-трансформер 19 века. Да, так и было. И если мы посмотрим наверх, то везде мы видим лепнину, и она разная. То есть она абсолютно неповторяемая. За исключением вот этих амуров по центру портала одной сцены и амуры по центру портала другой театральной сцены, что как раз и подтверждает, что в 19 веке также было две сцены. Я знаю то, что вообще особняк Шрёдеров это был один из таких, ну не то чтобы дипломных, первых проектов архитектора Василия Шаубе, который потом уже зарекомендовал себя как большой мастер в вопросах эклектики, модерна и так далее и тому подобное. И насколько я понимаю, что вот это теперь памятник не только самим Шрёдерам, но и этому архитектору, который сделал такой... Этот миф я сейчас разрушил. Так, давайте разрушите. В 90-х годах, когда присывали вы статус памятника, была научно-проектная документация, в которой гипотетически предположили, что в 1873 году Шауб и просто предположили, потому что по стилистике похоже. И не подумали о том, что Шаубе в это время было 12 лет. Да вы что? Да. И затем... Гипотетический Шаубе это не строил? Нет. Затем почему-то изменили, ну для того, чтобы это оправдать, изменили на 1888 год. То есть получается, мы можем ответственно заявить, что Василий Шаубе к этому дому не имел никакого отношения? Не имел отношения. Его подписи на чертежах нет, есть подпись на флигеле, но флигеле не имеет отношения к нашему дому, а это флигель по другому адресу. Но они все равно имеют друг к другу отношения, потому что Шауб учился в одной школе с Карлом Шрёдером, со старшим сыном, за одной партой сидели. То есть дружили, одноклассники такие? Они дружили, да. Вопрос такой, есть ли какие-то интересные моменты, связанные вот с этой театральной концертной площадкой времен Шрёдеров? Быть может здесь, я понимаю, что Шаляпин выступал, многие другие выступали. На этой сцене выступал Шаляпин. Там концертная гримерка, где Шаляпин распевался, они все преподавали музыку, и Шаляпин, и Шрёдеры. Это уже самый последний рояль модерн, и вы видите, что рома полностью чугунная. Да. Это уже действующий, мы их не отдаем в реставрацию, потому что у Карла Шрёдера был брат, который жил в Риге, у него была фабрика лакокрасочная. И как у Крепко-Стридиварио, рояли тоже особый лак. И поэтому, если мы отдадим в реставрацию, мы это потеряем, а мы хотим сохранить аутентичный звук. У нас два рояля. Этот в стиле классицизма, и внизу барокко, в классе музыки барокко, модерн, классицизм. И иногда у нас бывают концерты, которые называются «Винтаж на два рояля». И они звучат по-разному. Этот мальчик. Да, заметно, что это мальчик. Да. А там девочка. Это правда. И музыканты, что интересно, они интуитивно выбирают. В паре чаще всего играет мужчина-женщина, и они интуитивно так и садятся. Мы когда купили первый рояль Шрёдера, сейчас он в классе музыки, пригласили настройщика. Настройщик пришел, посмотрел и говорит, поздравляю, вы купили дрова для мангала. Ого! Я его сразу убрала. Нашла другого настройщика, у него специализация по старинным инструментам. Олег. Он подошел к роялю, погладил и сказал, ну, здравствуй, батюшка Шрёдер. Дошли до кабинета Шрёдера, как я понимаю. Потому что мы предполагаем, что пианино Шрёдера принадлежал. Мы его купили и выяснили впоследствии, что вся инкрустация и роспись инструмента совпадает с лепниной и росписью самого особняка. И в атласах инструментах, там же есть номера, мы выяснили, что этот номер в атласах не числится. Вот такой уникальный подсвечник. Здесь есть клеймо немецких мастеров оружейных и часовых. Ух ты! И это такое же, правильно? Это такое же, можете попробовать. Ой, надеюсь, все будет нормально. Просто потянуть. Ух ты, это очень здорово, конечно. Да, это такой стимпанк называется, сейчас очень модный такой стиль. Да, кстати, абсолютно. Я сразу почему-то вспомнил Безумного Макса и так далее. Кабинет Шрёдера здесь и находился сам. Карл Иванович Шрёдер. Да, кабинет состоял из двух частей. Мы сделали одну часть. Видимо, это была как презентационная комната. Особняк трижды оставался без хозяина, был без крыши, с распахнутыми окнами, разграблен трижды. В течение одного-двух лет, в разный период по-разному. И, соответственно, здесь ничего не было. И мы купили просто стилизованную какую-то мебель и примерно вот так и поставили, предполагая, как бы Шрёдер сидел здесь, как бы он там работал. Но мы всем этим пользуемся, поскольку хотим сохранить дух жилого дома, как при Шрёдере в 19-м веке. Никаким образом не музеифицировано. Нет. Никаким.